Приветствую вас! Скиллкова Ирина, коллега, правильно вам высказала мысль о том, что если у вас подобное состояние появилось летом, то, соответственно, это были какие-то причины, и с этими причинами, ну, как минимум нужно разобраться, как минимум нужно понять, что за ним стоит, как минимум нужно определить и увидеть, почему с вами это произошло, и в результате чего это случилось. Вы пишите, что у вас пропал интерес, но не пишите, к чему именно пропал интерес. Знаете, то есть тут основная тонкость заключается в следующем. Интерес, он, как бы так сказать, интерес, он не может пропасть просто так. Если вам и для вас что-то действительно интересно, если вам действительно что-то интересно, если вам действительно что-то нравится, если вас действительно что-то увлекает, привлекает и так далее, то интерес к этому вас не пропадет. По крайней мере, он не сможет пропасть у вас так, что вы вот просто возьмете его лечить, а это так не работает. Поэтому и вопрос к вам, который у меня есть, включается следующим. К чему конкретно вы потеряли интерес, а может быть вы и хотите этот интерес потерять. Может быть вам никогда не было интересен то, что вы, к примеру, делали, насколько вы были увлечены тем, что вызывало вас интерес, вот, на это мне кажется, нужно на эту тему мне кажется, нужно подумать, вот. Дальше. Следующий момент, который мне кажется, нужно определить, да, это то, собственно, почему у вас появились определенные мысли, да, относительно как раз своих, ну, своей болезни, да, или своих возможных болезней. Почему? Момент здесь, на мой взгляд, такой, что, как правило, как правило, болезни человек придумывает себе в некотором смысле сам, потому что ему, а, не хватает ним, а они и так он пытается к себе его привлечь. Б. И так далее. А, человек хочет, эээ, за счет болезней, ну, за счет своих, своих болезней, а, жек хочет освободиться. Просто вот хочет освободиться, потому что у него, ну, слишком Слишком много на него давит всего, слишком много на него наваливается, наваливается всего, и так далее. Вот. Такая история. Такой момент. И... Я думаю. Я думаю, соответственно. Что... Вам нужно понять, какая потребность лежит в основе ваших без малого навязчивых мыслей. Потому что мысли вас не на самом деле навязчивые. То есть это вот один из ключевых также аспектов, на которые вам необходимо обратить свое внимание. Потому что это... Это очень важно. Да? Вот. Ну... В принципе... В принципе... Я думаю, что... Я думаю, что... На этом... В принципе, можно было бы и закончить. Вот. Потому что... Больше информации вы себе не предоставили. А гадать... Соответственно, мне бы... Не хотелось... Ну, не хотелось бы именно... Именно гадать. Вот. Поэтому... Я думаю, что идеально... Вот. А... Прямо идеально. А... Было бы... Значит... А... Если бы вы... Ну... А... Как бы вы, да... Определили... Для себя, да... Что вам нужно? А... Что вам нужно? И... Всего вы... Собственно говоря... Хотели бы. Вообще... Хотели бы. Вот, в принципе... Так, я думаю... Можно... Вам ответить. Понятно, что это немного. Понятно, что... Этого мало. Понятно, что... Хотелось бы... Больше. Наверное... Вам... Хотелось бы больше. А... Но... Тем не менее. На данный момент, пока я могу ответить вам... Так... А этом все. Если у вас остались вопросы... Дополнительные, пишите... В личку... Я буду рад вам помочь, если... Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Удачи! Удачи!